Погода, кайф Субтитры делал DimaTorzok Это новый выпуск, новая серия Как давно я не снимал, даже соскучился На улице май, а я до сих пор в шапке Потому что на улице очень холодно, минус Снег на улице, вы наверное уже видели Поначалу в ролике Накопилось очень много запчастей Очень много тоже проблем у машины, которые нужно решать Которые нужно было решать еще давно Но я как бы все оттягивал И в этой серии постараемся сделать Что именно? Мы делали как-то зимой свет Я делал И как бы получилось с таким колхозом И из-за того, что у меня фары, короче, уже уставшие Как бы светит, ну так себе Светит вроде более-менее нормально Но я понимаю, что это очень-очень плохо Поэтому в этой серии тоже будем решать Я покажу, какие запчасти я купил Также есть небольшие проблемы с охлаждением Думаю, серия будет интересная Поэтому всем приятного просмотра Ну а мы начинаем Еду потихоньку в гараж В область На улице идет снег Надеюсь, не замерзнем там в гараже Там такая метель Ну через камеру особо это не увидишь Но все равно видно, как на лобовое снег налипает Такая вот погодка в мае 9 мая, кстати, сегодня Ощелеть просто Так, машину загнал в гараж Это мой братишка И вот здесь, короче, наши запчасти Что у нас есть Вот такие вот фары Кстати, мне их подарил мой братишка Ему большое спасибо Он там вот за машиной скрылся Все четыре фары он мне подарил Они обошли в 6 тысяч рублей За это я ему очень благодарен Также у нас есть вот такой вот вентилятор На охлаждение тоже Он в этом поучаствовал в его покупке За что ему еще раз большая благодарность Это, получается, уже новодел Как новодел? Под современное, получается, охлаждение В том плане, что у него такой обод На иномарках На всех, получается, на большинство Уже стоит с ободом Потому что это как-то влияет на поток воздуха Также здесь у меня тормозные цилиндры Жидкость И здесь лампочки стоят, получается, галогеновые Я не знаю, походу верну их обратно Поставлю галогеновые Потому что, кто смотрел серию Когда мы здесь устанавливали новые лампочки Я устанавливал, получается Хотя нет, мы с братом устанавливали И здесь, получается, они не встали нормально Прошлось колхозить на стяжке А это, понимаете, это вообще Как бы так не должно быть Это, получается, полный колхоз Поэтому будем ставить Сюда вот эти галогены Но сейчас мы разберем Если на них встанут вот эти лампочки Новые Получается диодные Потому что есть старого образца советский А есть уже новодел Там и другое крепление под лампочки По современной Тогда уже поставим современный Нет Тогда поставим галогеновый В принципе, неплохо Как я говорил Хочу машину, чтобы была С виду Как бы и внутри В салоне она по стоку Но мотор И как бы силовые агрегаты Были заряжены по полной Чтобы можно было как бы На дороге хорошо так поездить С кем-нибудь закуситься, так сказать С чего мы сейчас начнем? Мы начнем с того То, что будем Как бы заниматься вентилятором Потому что машина еще горячая Пусть она охладится Спереди решетку пока Позже снимем У нас здесь есть Такой старый кожух Сейчас на него Поставим вентилятор Если будет все четко Тогда уже снимаем Вот этот новый кожух И на него устанавливаем Также здесь нужно Что-то заняться электрикой Нужно поменять клемму Мама-папа местами Потому что я неправильно сделал Поменяли уже Вентилятор Здесь замазали герметиком Потому что туда Можешь попасть влага Там охота стоит Такая резинка Но провода Все равно имели Какой-то ход Получается Пространство было И туда могла попасть вода Вот такой вот Мы герметик сюда намазали Его нужно греть И размазать Очень такая хорошая вещь Прям как камень Потом застывает Здесь я тоже Все аккуратно сделали Вот так вот На термоусадочку По красоте А пока мы здесь Занимаемся машиной На улице идет снег Кайф Обзор на Е-3400 А? Обзор на Е-3400 А вот она Легенда Ощалеть Сейчас я увеличу Просто на эту убийцу Анаконду Короче установили Вентилятор Вот так вот Все аккуратненько Это выглядит И как бы Я уже заранее проверял Но тоже Когда установили Дабы удостоверить Что с проводкой Все хорошо Тоже можете проверить Вот я соединил Здесь от датчика Это именно Кабулятор Нижиге Два провода Вот обычная отвертка Сейчас замкну И буду проверять Как он работает Ключи правда сжигание Вот просто обычная отвертка И вот Замыкаю Два контакта И все Это нужно для чего Чтобы прям здесь Я проверю Чтобы Убедиться То что он дует В правильном направлении Поток воздуха Должен быть В мотор Не наружу А в мотор Некоторые путаются Думают тоже Должен охлаждаться То есть горячий воздух Ходить наружу Нет Он должен холодный воздух Забирать С улицы И охлаждать мотор Промежуточный результат Сделал я короче Проводку И вентилятор И соответственно Поменял Вентилятор Все теперь Вот так вот Аккуратно выглядит Уже проверяли Все работает Также Поменял датчик Давление масла Вот так он выглядит Но уже там и стоит Вот тут он находится В этом месте На шестерке Их два Один показывает стрелку Другой показывает Давление масла Аварийное давление масла Вот Что хорошо То что у меня тогда Вот аварийный Вышел из строя Острелочная работа Значит давление есть Это можно логично Предположить Вот этот датчик Был немного засран И меня это пугает Почему там было Такое грязное масло И такой налет Либо плохо чистили Либо не знаю Потому что он То работал То нет Если там была Вот такая вот стружка И он забит Ну не стружка А грязь И он забит То понятно почему То есть датчик Вышел из строя Сейчас запущу двигатель Проверю Работать нет И все Вот это вот еще Советская Последние вот Советские запчасти Из нее вытягиваю И это на самом деле Обидно Пока же Карбюратор Можно сказать Только советский Коробку Все переделали Ладно сейчас Запущу проверить Также уже начнем Наконец делать фары Потому что я уже В предвкушении Когда мы их Уже поменяем Перед тем Как делать свет Менять фары Хотел бы показать Как светить Мои фары Сейчас Чтоб Уже наглядно Убедиться То что Работала Проделал Не зря Это вот Габариты Вот ближний А вот дальний Понимаете Что за фигня Сейчас пойду спереди Покажу Как бы все Загорелось Все светится Но как бы И не светится Вообще особо Ты как бы И не видишь Никого результата Я вообще думал Что у меня эти Вспышки не работают Тоже оказывается Работают Ну короче Полная фигня Вот видно да Что происходит Здесь все светит Здесь вообще Можно забыть про это Она просто существует Ее нет Здесь все короче Такое мутное Грязное Потому что Оба Обе фары Треснутые Сейчас будем Менять Делать И уже покажем Что получилось Сняли фары Шихи Так вот все Выглядит Печально Но я вообще Как бы не расстраиваюсь Потому что Телевизор И в принципе Ноги кузовной части Будут под замену Разобрали фару Ну даже уже Вот по этому Штекеру видно То что Ну на воде То есть уже Удешевляют Такие Тонкие провода На старый Видите Да как все Мощно Просто Блин На века И здесь Как вообще Все это Несерьезно Ну ладно Тем не менее Это все Новое Новый отражатель Я хочу Это все Сохранить Буду сейчас Все это Обрабатывать Мобилем Чтобы не было Примерно Вот Вот такого И Самый главный Момент Это получается Фары Тоже Старого Образца Поэтому Сюда Вставить Вот эти Вот Мощные Такие Лампочки Не получится Выглядит Круто Выглядит Дорого И работает Хорошо Но к сожалению Я не хочу Так уходить Ставить Это все На стяжке Это просто Не знаю Не позволит Короче Моя душа Это сделать С новым фаром Такое Так есть Я не хочу Поэтому Сейчас все Собираем Обрабатываем Собираем И ставим Галогенки Будем регулировать И я думаю Даже несмотря на то Чтобы ставить Обычные Галогенки Свет будет В разы В разы Лучше Чем даже Вот с этими Офигенными Лампочками Регулируем Фары Уже Установили их Если честно Такие себе Ощущения Были проблемы С массой То что Не работали То одна лампочка То другая Лампочка Тоже Вроде бы Сегодня так просто Подключил И все А не работало Вот Готишка Сейчас регулирует Закрыли Пока что Ближний свет Чтобы Выровнять Хотя бы уровень И вот Примерно Как это все Регулируется На стену И Регулировочными Болтами Это все Как бы Уравнивать И чтобы Был один уровень Честно Мы регулируем На глаз В том плане То что Не знаем На каком уровне Должен Свечить дальний Вот По хорошему На асфальте Это все Вровень Но вот Даже вот сейчас На камеру Видно То что Вровень Все просто Офигенно Мне все Устраивает Мне все Нравится Все работы По машине Мы закончили Подведем Итоги Что было Сделано Под капоткой Поминали Датчик Давления Масла И вот Так Аккуратно Провели Проводку Поменяли Вентилятор Охлаждения Дальше Буду Дорабатывать Систему Охлаждения Будем Переносить Датчик И так же Наконец Сделали Фары Ну Как бы Вы уже Видели Я думаю Вставку Я сделал То что Регулировали На улице Светло Поэтому Сейчас Не покажешь Как светит Но вот так Вот они Выглядят Фары Новые Мы их Там Замовилили То есть Внутри И вокруг Получается Ободок Мы замовилили Потом еще раз Это все Замовилили Потому что Ну Их уже Не найдешь Такие Все меньше И меньше Становится И как бы Хочешь Чтобы они Дольше Служили А как бы Как бы Все Установка Не было Никаких проблем Единственное Потом уже Лампочки Поменять Хотел Так же Делать Тормоза Но Видимо Уже В этой серии Не смогу Потому что Уже Вечер Сейчас Братишка Будет на работе Я тоже У меня дела Так что Уже Наверное В следующей серии Самое главное Это был То что Мы Отполировали Почистили Лобоуху Смотрите Как теперь Все четко Там видно Я просто В шоке Короче Здесь Тест драйв У нас Устроили Тест драйв На щухе Братишка Хотел Покататься На классике Тормоза Конечно Тормоза Тебе жесткие Бомбовые Сейчас Давай Направо Ооо Сейчас Останавливай Нормально Нормально Бесправ Управа 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 Не стоит Короче До трех Можешь Крутить Смело До трех Крути Не боюсь Поехала Четвертая Все Пятая Нет Это конечно Больно Не знаю Просто С кайфом Просто Жигуля Пятая Не хватает Пятая Вообще Не хватает Жестко Представляете Не больше Крути 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 До 90 Может до 100 Разгоняться Пятая Пятая Вообще Не хватает Че на окон Идешь Козел Думаю Да Все Прикинь Обогнай Я пошел Заднюю Че думал Блин Вот Не Ну бомба Скажи Не Машина Нормально Чувствуется Ну ты вообще Как думаешь Едет Или нет По ощущениям Ну она Блин Передач Не хватает Очень Не хватает Пятая Передач Ну вот допустим Ты сейчас Крутишь И вот как тебе По ощущениям Едет Или она Прям Вяло Так Разгоняется Не Она едет Дышит Машина Вот ты Прям В пол Делаешь Или как Сейчас На ней Да У тебя Сейчас Толк Нужна Третья Передача Здесь Разберемся Че Здесь Вариант Дышит Разберемся Да Давай Холосуй Только Брось Вот так Вот Чирик Смотри Выбор там Можешь не хватить А вторую Да К доску Пошалить Сосвиста Ой Закат Просто Все Эпир Мяч Закончил На четвертой Спокойно Добраться Вот Как я еду Прикинь С такой На четвертой До ста Гоня Она Крутит Прям Очень Шум Да Ты видишь Едет Она Когда Чуть Обороты Поднимает Не Шум Мотора Шум Мотор Кручится Ему Не хватает Пятой Передачи Мотор Пятой Не хватает Да Вот На трассе Вообще Неудобно Из-за этого Ехать Ты гонишь До сто До ста А по обороту Смажешь По четыре тысячи Там Бывает А хочется Еще Хочется Пятую Передачу Вообще На пятой 150 Крутить Ехать Прям Вообще В легкую Не Ну Сейчас Просто Мотор Крутится Из-за того Почему же Более Большинство Массажеров Потому что Передачи Не хватает Чтобы мотор На высоких Абортов Постоянно Работает До города Четвертая Передача Мне наверное Хватит Достаточно Вообще Так вот И выехать То есть Блин Не знаю Конечно Будет страшно Ну у меня Порой Если честно Вот я еду Мне не хватает Мне хочется Даже в городе Пятую Врубить Я понимаю Реально Четвертая Короче У него Подвеска Мягкая Такая Знаешь Блин Здесь у него стоит Подвеска Лайтовая Я бы сказал Она не жесткая Она не жесткая Она вообще мягкая Ну вот По сравнению С тем Ты же ездил Когда нам делал Стоковые подвески Помнишь Мы стал кататься Стоковые подвески Там прям Вот так вот Все было Я реально Там прям Лежащие Проезжающие Чувствую Слежащие Ну вот Здесь вот Я еду Вот у меня У меня жесткая Мазда Я лежа Каждый Каждый Кочку Чувствую Я не знаю Почему Ну Каждую Кочку Чувствую А сейчас Ты хочешь сказать О тебе комфортно Она сейчас Мягкая Она очень мягкая Не знаю Мне каждый Скалывает Я еду Мне вот Очень мягкая Не хватает Да Потому что Передний Контур Задный Нету Можешь сказать Она вот Мягкая Вот сейчас Еду Я здесь Мне прям Комфортно Мне ехать Представь себе А вот Тебя как водитель Тяжеловато Мне кажется Она жесткая Мне кажется Она вообще Жесткая Тебя как водитель Жесткая Ты на моей Мазе прокачишь Ты офигеешь Блин Вообще Пушка Давай заключение Мой брат Катается Вот на этой машине Маза Тройка БК Правильно Да Мой Тройка Первый поколение Но Непростая 2.5 мотор То есть Сколько там сил 180 180 сил Вот в этой Мазде 180 сил И вот у меня Здесь Жига В ней Я не знаю Может быть Сейчас сил 90 Я больше не буду Закидывать Несмотря на то Что мотор Форсированный Заключение Твое Блин Блин Для мотора Один 1.6 Мотор Это В общем Как тебе Машина По динамике По подвеске Она такая Знаешь Немного Плывет Машина Поем Прямо видно Что Немного Может Раскачиваться На этот Здесь Взбитая Она прям Очень жесткая Она прям Ну Рулится По другому Здесь Не хватает Гидрочала Одна Трассика Не ступь Важно Хотя И руль Не такой Жесткий Бывает Жесткий Жигули Мотора Не хватает Передач Коробки Не хватает Мотор Хорошо Крутится Мотор Не хватает Передач Нужно Пятиступку Сюда На пятиступке Она будет Ехать По другому Я думаю То есть Спокойно Можно будет До 140 До 150 150 Думаю Да 130 150 Газ Отзывчивый Чем Вот Кстати Насчет Отзывчивый У нее Отзывчивый На Мазде Либо Здесь Плюс Минус Один Тоже Но Тебе То есть Если Ты Отметил То Что Отзывчивый Значит Тебе Понравилось Газ Отзывчивый Ты Нажимал Нет Таких Затупок На Солярисах Помнишь Мы с тобой Когда Зимой Когда Мы взяли Машину Мы с тобой Который Тогда Мы ехали Было Страшно Это же Четырехступка Была Вот это Четырехступка Короче Кайф Было Страшно Потому что Не ожидаешь От машины Что может Поезжать Сейчас Мотор Видно Что Не хватает Коробки Реально Не хватает Он Ну вот Мы уехали Сейчас Там Со С С Поехали На Асфальт Выехали По Десятибалльной Шкале На Сколько Машина В общем Чисто Вот так Вот От себя Без всяких Хаббит Там Не знаю Как Машина Да В общем Вот Ты Сел Вот Сейчас Вот Проехался Я Сейчас На Табуретке Буду Делать Это Очень Мягкая Машина Я Вообще Наоборот Она Не катаюсь Думаю Как Тяжело Какая Такая Машина Простая Есть Действие Плюс Там Гидроусилитель Она По сути Жесткая Она Жестче Чем Эта Машина До Ниссана Не Приоровский А Ниссановский Потому что Будет дешевле Приоровский Стою Сточкой Больше А если Гидать Что Можно От Нивы Сюда Короче Посмотрим Будем Делать Такие Вот Покатушки У нас Получились Надеюсь Вам Было Интересно И мне Было Интересно В первую Отчет Потому что Как Брат Отреагирует На Машину На Которую Он Особо Так Не Передвигался То В основном Поэтому Серию На этом Заканчиваем Всем Спасибо Кто Посмотрел Ставьте Лайки Комментируйте Увидимся В следующих Сериях Всем Ассаляму Алейкум Алейкум